И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем с вами играть в такую увлекательную игрушечку Oxidian Skyline на новой зимней карте. Ну и в принципе, как я люблю это говорить и постоянно говорю, за кадром произошли достаточно глобальные изменения. Как вы можете помнить, большую часть серии я строил здесь вот плотину, и мне пришлось большую часть этого вырезать из серии, в связи с тем, что эта плотина была неудавшейся, и все это непосредственно связано с населением нашего города. Как можете видеть, 28 тысяч человек для непосредственно снабжения дамбы водой оказалось очень малым. И таким вот образом у нас были созданы вот такие вот рукотворные творения. Я создал здесь вот такой вот заливчик, и вот здесь вот получился такой небольшой холмик, возможно он будет впоследствии здесь убран и вообще смещен, потому что здесь все, мне кажется, вообще не смотрится. Но так как изначально здесь была точка и здесь была точка, я решил ничего кардинально не менять, и таким образом здесь смогла у нас набраться вода, а значит то, что вот эта дамба у нас будет успешно работать. Как можем видеть, ее выходная мощность уже на пределе для текущего бюджета, и это очень замечательно. В остальном были какие-то помарочки и чисто так по мелочи, но я не буду сильно заострять на этом внимание. Я сейчас вижу острую потребность наших людей по отоплению, без понятия с чем это связано. Давайте им предоставим эту возможность греть себя и своих близких. Я не понимаю, почему вот этим людям по-прежнему нужно отопление, несмотря на то, что якобы мы производим отопление 250 мегаватт, а потребляем всего 123. И почему им по-прежнему нужно отопление, я вообще без понятия. Я поставил на секундочку, вот здесь вот всего две таких вот котельные наши, и наш город резко потеплел. Я вынужден констатировать тот факт, что все-таки у нас зависит от расположения этих котельных, и располагать котельные в одном месте это не очень хороший выбор. Ну хорошо, будем делать небольшие такие закутки, где будем размещать вот эти вот котельные, где будет у нас все замечательно. И сейчас же я хотел бы начинать располагать вот этот вот укромный уголок, который остался у нас единственный не заостренный. И в принципе у нас уже для этого все практически готово. Ну и по итогу небольшой инженерной мысли получается именно вот такой вот застройки. И по итогу небольшой инженерной мысли получается вот такого типа застройка у нас. Здесь уже у меня стояли полицейский участок и пожарное депо, что есть очень классненько. И пожалуй из-за того, что у нас в принципе все показатели на одинаковом уровне, то можно в одинаковом формате эти все участки у нас и заполнять. Естественно поближе к въездам у нас будет стоять зоны с коммерцией. Поблизости в метро у нас будут располагаться непосредственно деловые зоны. Ну а в остальных же местах будут зоны полностью заняты у нас жилыми местами. Я не стал занимать сразу все, потому что я не знаю как дальше у нас будут развиваться наши людишки. И дальнейшее развитие нашего, этого райончика будет сугубо зависеть полностью от них. Чисто на будущее я решил то, что вот это вот место мне кажется идеально подойдет для нашего университета. Тем более что в принципе если так посмотреть, то от всех важных частей нашего города оно примерно равно удалено. А значит добираться сюда студента будет очень даже неплохо. Единственная наверное проблема, которая здесь может возникнуть, это непосредственно с линией или ветки метро. А также я вижу то, что я уже накосячил немножко с планировочкой и разместил недостаточное количество непосредственно зон с нашей коммерцией. А значит то, что их нужно опять-таки размещать. И сейчас наверное у меня одна из глобальных проблем, которые есть, это опять-таки проблема пробок. Которые должны были быть бы у меня, но опять-таки я их здесь не наблюдаю. И возможно это дело в этой чудесной разметке, возможно в чем-то другом. Но опять-таки факт остается фактом. И единственное из-за чего я очень сильно беспокоюсь и не рискую опять-таки расширять я наш город в эту сторону. Вот этот вот перекресток станет очень большой проблемой для нашего города. И с ним мы будем очень долго и усиленно воевать. Как я погляжу, вот это место не создает вообще никаких практических проблем. Учитывая тот факт, что здесь стоит регулируемый полностью перекресток. Единственное, тут возможная проблема это непосредственно пешеходы. Но со временем я думаю это все решится. И мы можем пойти все-таки с вами на небольшой эксперимент и разместить вот здесь вот еще два квадратика даже сразу. И каким-то вот таким вот образом получается разместить вот эти наши квадратики здесь. Мне пришлось с этим немножечко модернизировать вот здесь вот дорогу и немножко ее передвинуть. А также вот этот вот наш маленький райончик, к сожалению, пока что лишился линии метро. И я надеюсь, что это временное решение. И прежде чем начинать застройку вот этих вот двух наших маленьких районов, я бы хотел застраивать постепенненько вот этот вот райончик. Тем более, что люди очень хотят иметь возможность застраиваться непосредственно в жилые места. Я, может, что я не понимаю, но люди вот берут, еду сейчас поворачивать направо, заезжают в тупик, разворачиваются и едут обратно сюда. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Я решил немножечко поэкспериментировать и немножко видоизменить вид развязки. Если же раньше я строил по вот такому вот образу, то есть у нас есть небольшой такой импровизированный круг в виде квадрата, но допустим, и из каждой стороны у нас идут вот такие вот дороги, то есть прямые, которые не пересекаются в центре, чтобы лишний раз не давать людям короткий путь, чтобы они ехали в объезд по более выгодному пути. Здесь же я решил немножко изменить структуру, чтобы здесь не было лишнего выезда у нас на шоссе, сделать вот такой вот квадрат. То есть у нас здесь будут, по идее, вместо четырех квадратов, как здесь, будут всего лишь три квадрата. То есть вот этот первый квадратик, вот этот второй квадратик, и вот здесь один большой вот въезд и выезд. И надеюсь, что это не создало огромных пробок, и у нас все будет замечательно. Что ж, приступим. Первое, что я хотел бы сделать, это вот первым же делом создать здесь линию метром. Я надеюсь, что дороги тут нормально соединены, и люди смогут нормально помимо переходить. Правда, это немножко кривовато выглядит, но тем не менее, я надеюсь, что в скором времени это все придется мною опять-таки в порядок. Так, по идее, воду я сюда провел, все я сюда провел, и мне осталось только, наверное, заселять этот район. Начну я, пожалуй, как всегда, с линии деловых зон возле нашего метро. Правда, пока это метро никуда не подключено, но опять-таки оно здесь уже есть, и это уже какой-никакой прогресс. Надо разместить зону коммерции, опять-таки, возле основной дороги, чтобы грузовики сюда резко въезжали и резко въезжали. Я даже думаю, что ее лучше не здесь разместить, опять-таки, возле вот этой вот дороги. И пока что мы остальные места тоже будем заполнять нашими жилыми зонами. Также не стоит забывать про школы. Я помню, что две начальные школы потребуют у нас на весь вот этот вот райончик. И вот эту вторую лучшую школу даже вот здесь вот разместить, тем более, что нашим деткам будет удобно сюда ходить. Также хочется опять здесь сделать новую зону, я думаю. Для меня многовато получается двухклеточный зон, поэтому давайте даже мы не будем создавать новую, а просто расширим ту, которая есть. Вот этот Виолетт Трямс, который здесь у нас успешно стоит, очень даже для этого подойдет. Мы с вами успешно продолжаем заселять вот этот вот наш райончик. Пожалуй, вот это вот место я специально оставлю под офисы, вдруг они здесь будут востребованы. Остальное пусть у нас вот так вот будет заполнено жилой застройкой. И пока у нас что по перекрестку, люди как бы ходят, как бы создаются для них какие-то проблемы, но в остальном нормально все. Я думаю, что первым делом сейчас нужно здесь разместить опять-таки подземный хотя бы переход, для того, чтобы людям было удобнее передвигаться. Мне кажется, здесь нужно сделать это в приоритете. В виде вот такого вот стандартного, в принципе, перекрестка у нас полностью готова. А это значит, что я могу запрещать движение пешеходов на непосредственно нашей дороге, и все пешеходы у нас, получается, будут успешно передвигаться по подземному переходу. И я вижу то, что из-за того, что пешеходы у нас успешно пропали с дорог, машины введут себя как можно более адекватно, что непосредственно меня радует. Как я и говорил, деловые зоны вот здесь вот все-таки потребуются. И почему бы нам сейчас их не застроить? Я думаю, то, что разместить здесь пару парков было бы очень даже креативным и полезным решением. Потому что, как-никак, но людям необходимо развлекаться. Какие вы маленькие и миленькие. И, как всегда, я забываю о том, что надо бы запрещать людям парковаться на шоссе. Иначе они будут это успешно делать. Ну и чтобы времени зря не стерять, я решил немножечко так же продолжать застройку вот этого нашего райончика. Так же, как и вот здесь, я не стал что-то изобретать. Получился вот такой вот дважды улыбающийся смайлик. Так же, как вот здесь, это создано для того, чтобы люди заезжали и въезжали с минимального количества мест. И чтобы в этом районе они никак не передвигались, а только до своего дома. И дальше выезжали вот непосредственно на нашу трассу. Так как вот здесь вот в нашем райончике опять-таки все устаканилось более-менее и все у нас замечательно. То мы можем констатировать вещь, то что вот этот район мы можем успешно начинать застраивать. К сожалению, мне пришлось немножечко тут поимпровизировать и исчислиться для того, чтобы разместить вот эту вот подземную станцию метро именно вот таким вот боком. То есть горизонтально. Просто впоследствии было удобно проводить это непосредственно метро. И надеюсь, что она будет исправно у нас работать. Но если нет, то, увы, я ничего с этим по делу, к сожалению, не могу. А также вот на этой улице я бы хотел запретить движение любого, подчеркиваю, любого транспорта. Потому что она здесь находится только для того, чтобы разместить здесь линию метро. И чтобы линия вот этого метро непосредственно была примерно в середине вот этого маленького райончика. Немножко подумав, я решил то, что вот по этой вот дороге у нас будет разрешено движение только экстренным службам. Потому что дороги мною были успешно, конечно же, размещены. А значит то, что мы можем начинать размечать зоны под застройку наших жителей. Непосредственно не забывая о том, что нашим жителям опять-таки нужно образование. Планировал я так, что вот этот вот райончик будет полностью у нас заполнен жилыми местами. И не отходя далеко от темы размещения опять-таки работы от линии метро. Вот этот вот райончик у нас будет успешно заполнен полностью диловыми зонами. А вот этот вот такой вот маленький и уютненький райончик я планировал заместить зоной под коммерцию. Потому что опять-таки она находится недалеко от шоссе. И грузовики могут успешно выезжать и въезжать. Я думаю то, что нужно подумать о размещении еще одной высшей школы. Кажем хотя бы вот в этом районе. Потому что мне кажется здесь и самое место. Если здесь вот люди будут продолжать ругаться на то, что им не хватает школы. То я естественно снесу им успешно пару домиков. Но зато размещу им школу. Делайте ваш ставь в какую сторону будут повернуты вот эти домики. Естественно в сторону широкой дороги. Чтобы создать максимальное напряжение для движения нашего трафика. Трафика, трафика. Ну и как часто бывает за кадром я нахожусь в режиме такого небольшого ожидания. Когда наш город идет в примерное равновесие. Ну и пользуясь вот таким вот большим случаем. Я хотел бы сказать то, что любой из вас может оставить вклад в развитие истории этого города. Просто оставив рандомный комментарий и написав улицу или район. Который вы хотели бы переименовать. Либо по своему образу и подобию. Либо в любое, совершенно любое название. Оно может быть смешным, не смешным. Без разницы. Главное чтобы оно было именно ваше. Потому что это своего рода вклад в историю и развитие этого небольшого. И от этого максимально уютного городка. На самом деле очень странная ситуация. Ситуевина я бы сказал. Люди которые вот в этих вот магазинах живут. Жалуются то, что не дохватает рабочих. Но рабочих потребности опять таки нет. А есть потребность непосредственно в коммерческих зонах. Которые жалуются, что нет рабочих. Очень странная ситуевина. Как это мило. Посмотрите вот на это. Куча, куча, просто куча вот этих маленьких кёсочек. Ооо, это так классно. Я надеюсь я успел это заснять. Но тут стояли два гигантских здания. Просто гигантских зданий. И они выглядели как братья-близнецы. Печально известные. У нас буквально город настаивает на том, чтобы мы построили тюрьму. Я опять таки тоже задумываюсь об её размещении. Пусть она вот здесь у нас стоит. Я понимаю то, что она очень много сейчас ресурсов наших жрёт. Но это с одной стороны. А с другой стороны она всё-таки даёт нам 500 мест для наших преступников. Я продолжаю постепенно размещать образовательные учреждения для наших жителей. Но мы к сожалению столкнулись с такой проблемой, что опять нам не хватает университета. Как можем видеть, людей отвечающим требованиям обучения в университете сейчас 5000. А мы можем доставить всего лишь 3200. В связи с этим я вынужден снести все факультеты, которые я расставлял до этого. И начинать строительство опять-таки нашего большого такого очень классного общегородского университета. Для этого я уже вот выделил опять-таки клеточку. Я надеюсь, что здесь пробок опять-таки не будет. Тем более зачем. И нужно подумать, какой именно это будет университет. Каким бы мне хотелось его видеть. Либо профучилище, либо гуманитарный, либо кампус. Если я всё правильно помню, в прошлый раз мы строили кампус. Потому что да, тут юридический, медицинский. Да-да-да-да-да. В прошлом городе у нас был опять-таки вот непосредственно кампус. А здесь же давайте построим всё-таки вот этот вот кампус профучилища. Давайте сразу начнём с размещения администрации профучилища. Я так понимаю, вот это вот главное здание. Без него здесь ничего существовать опять-таки не может. Размещать я буду, скажем, вот здесь вот. Да, всё-таки здания большие и вряд ли мне хватит вот этого маленького райончика. Но ничего страшного. В крайнем случае я думаю, что в любом случае вот эти вот две клеточки мы можем выделить свободно. Без всякого зазрения совести под наш университет. Теперь я бы хотел заняться размещением вот этих вот дорожек, всяких недорожек вокруг нашего университета. Пока я просто сделал вот такой вот небольшой квадратик чисел для того, чтобы разметить примерные границы нашего университета. К сожалению, мне уже всё доступно из-за того, чтобы я разблокировал. Хотя изначально я хотел бы заняться тем, чтобы разблокировать именно в университетах всё постепенно и самому. Но ничего страшного. И с этим можно как-то работать. Первое, что нам предлагают построить, это общежитие. Хорошо, давайте построим хотя бы одно здесь какое-нибудь общежитие. А дальше уже будем их строить в зависимости от того, сколько нам их будет необходимо. Фитальный зал нужен в любом случае, поэтому размещаем. Бац! Центр благополучия и благоустройства. Ну, давайте, почему бы и нет, одну штучку. И давайте где-нибудь зажопински его разместим. Дальше у нас идёт книжный клуб. Ну, тоже можно разместить недалеко от предыдущего здания. Открытые лектории. Не знаю насчёт открытого лектория зимой, поэтому пока пропускаем. Спорткомплекс. Необходимая и очень нужная вещь. Столовая. Вот, столовую я искал. Всё правильно, столовая напротив спорткомплекса. Потому что есть нужно сразу после занятия спорта. Компьютерный клуб в обязательном порядке, бац! Библиотека в обязательном порядке. Библиотека просто жизненно необходима любому нормальному университету. Актовый зал. Ну, почему бы тоже не разместить, тем более, что мы имеем такую замечательную возможность. Памятник при профучилище. Очень неплохая такая культурная ценность. Почему бы и не разместить недалеко от нашей администрации. Хотя я даже знаю лучше место. Вот здесь вот. Потому что после любой принятия пищи полюбоваться искусством, это же необходимое дело. Дальше. Лекторий. Это, я так понимаю, здание, где читаются лекции. И поэтому в обязательном порядке, бац! Лаборатории. Недалеко от лекции, чтобы сразу закрепить весь наработанный материал. Я думаю, то, что книжный магазинчик, это не так необходимо, но пускай будет. Медиацентр. А это что такое? Исследование с серией технологий. Вместимость, привлекательность к кампусу. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Тоже полезная вещь. Тем более, что технология и все дела. Дальше у нас идет секция пляжного волейбола. Ну, у нас как бы есть спорткомплекс, поэтому я не вижу в ней такой особой необходимости. Памятник при профучилище номер 2. Ну, тоже необходимая вещь. Почему бы и нет? Тоже возле столовой пусть будет размечен недалеко. Полицейская академия. Вот. Ух ты какая, ты большая академия. Давай с тобой пока повременим, потому что ты слишком здоровый. Я даже не знаю, куда тебя впихнуть. Факультет туризма. В туризма? Это типа учатся туризму? Что? А, вот, смотрите. Практиканты повышают привлекательность местных достопримечательностей, магазинов и развлекательных заведений. Ага, это, то есть, повышает привлекательную ценность города. Это очень классная вещь, между прочим. Давайте ее даже разместим по такому поводу. Здесь факультет инженерии. Так понимаю, это тоже здоровенная дура такая. Ну, ладно, хорошо. С ней пока мы повременим опять-таки. А, это и все. Ну, мы уже даже разместили с вами все, что можно. Поэтому давайте я сейчас немножко подумаю над компактностью. Посмотрите, как вот эти два факультета здесь идеально просто встали. Они просто здесь как будто все время стояли. Вот эти вот пустые места нужно будет как-то в последствии развить. Но пока это будет именно вот таким вот образом. Так, правила кампуса. Это все понятно. Давайте на технологии выдадим небольшой грантик. Пока научные труды мы не будем трогать. Просто не знаю, как именно политехнический институт поведет себя в плане расходов. Потому что как минимум сейчас на данном уровне он расходует просто 12 тысяч в молоко. И мы видим уже первых студентов, которые сюда зачислились. И первые студенты, которые здесь учатся. Они успешно, даже очень успешно учатся. И очень даже успешно. Офигеть, как вы быстро выросли. А, я думал всего мест, которые мы можем вместить 500 штук. А это для повышения уровня. У нас просто не хватает с вами научных трудов. Но ничего страшного. Мы как-то это можем потерпеть. Я забыл, что здесь провести воду. Ну, стандартная ситуация. А можно как-то увидеть и посмотреть максимальное количество мест, которые мы можем вместить в этом университете? Вообще у нас сколько университетей нуждается? 5000. А мы сейчас здесь учим уже 1000. Хорошо, ничего страшного. Впоследствии, я думаю, это все у нас образуется и улучшится. Мне кажется, это опять-таки какой-то недочет игры. Минимум потому, что вот в нашем университете есть такое здание, как актовый зал. И его моделька предусматривает такой вариант, что любой студент, который будет на мероприятии в этом актовом зале, обеспеченно получит себе заболевание легких и отмороженную пятую точку. Минимум потому, что этот актовый зал, сука, находится на открытом воздухе. Единственный минус, достаточно существенный минус вот этих вот наших дорог, является то, что здесь невозможно проложить адекватно общественный транспорт, помимо вот такого вот нашего метро. Да, к сожалению, это очень большой минус, но куда деваться. Ну и опять-таки, пользуясь случаем ожиданий, я решил немножечко продолжить развитие нашего городка в плане расширения его границ. Ну и я решил сделать вот здесь вот такой вот небольшой, опять-таки, райончик. И опять-таки, я решил разместить здесь вот парк. Примерно такой же, как вот здесь вот, но гораздо больше. Пока я не решил, в частности, каким именно он будет, но я решил точно то, что дороги здесь будут однозначно такими же, как и вот в этом нашем райончике, тем более, что здесь пробок я не наблюдаю, что есть очень классно. О дорогах я имею в виду то, что дороги здесь, опять-таки, кольцевые, И выход их через подземный переход непосредственно вот сюда И вот здесь вот я хочу сделать очень регулируемый, очень классный перекресток Теперь мне нужно опять-таки разместить здесь зону парка Размещать здесь зоопарк мне кажется не особо уместным Зоопарк можно разместить достаточно в другом месте А здесь мне кажется очень идеально подойдет парк аттракционов Сделаем здесь главный вход Так и теперь вместе с главным входом тут должен быть какой-нибудь вход Боковой вход в развлечение, замечательно И также парочку входов в развлечение должны размещаться непосредственно вот здесь вот Теперь мы должны разместить опять-таки забор для нашего парка Чтобы всякие злые ребята не имели возможности сюда попадать Забор у нас успешно построен и осталось немножечко тут поиграться с дорожками Я решил пока не изобретать велосипед и просто по натягу именно 90 градусных дорожек Не сказать что это решит наши пробки Просто мне кажется это хорошим будет решением для наших развлечений В том плане то что нам не придется тут играться с углом Но впоследствии может быть я как-то это изменю Кафешечку также нужно разместить в обязательном порядке Даже в большем чем сейчас есть количестве сувенирных магазинов Чтобы люди успешно скупали всю продукцию которая есть у нас Туалет Вот Теперь у нас пошли обязательно вещи которые являются неотъемлемой частью любого парка развлечений Например игровые киоски Карусель Детский поездок Чайная карусель Аттракцион качели Дом ужасов Автодром Аттракцион свободное падение Колесо обозрения Аттракцион маятник И непосредственно американские горки Все я думаю я слишком даже много напихал Поэтому мне придется сейчас немножечко завысить цены на наш бюджет Впоследствии здесь вот будут размещены какие-то маленькие киоски Даже я думаю сейчас было бы неплохо их здесь разместить Вот такие вот маленькие Чистые магазины под сувенирную продукцию и прочее Ну а вот здесь вот по краям нашего чудеснейшего парка будут располагаться жилые дома высокой стоимости земли Максимально хаотично я здесь их напихал и замечательно Теперь я бы хотел Ага Уже перехотел За прошлый год у нас два научных труда И 2000 студентов плюс Замечательно Теперь у нас за наш политех целых две звезды Что есть очень классно И мы уже всячески отбиваем расходы на наш непосредственно университет На секундочку да На научные труды опять таки мы даем наш грант И продолжаем развивать наш парк Ну вот я понатыкал тут немножечко деревья Даже по моему с лихвой Но тем не менее парк теперь выглядит совершенно по-новому И он заиграл новыми красками Что есть классно Я надеюсь что в будущем наш город продолжит свое успешное развитие И с каждой серией он будет становиться все лучше и лучше А серии сами будут становиться все интереснее и интереснее Ну и на таком замечательном моменте я буду с вами постепенно прощаться У микрофона был как всегда ваш покорный слуга Мамору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok